Жители Московской области старше 60 лет, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации, обратившиеся за помощью в органы социальной защиты, по распоряжению губернатора Андрея Воробьева смогут бесплатно получить продуктовые наборы. В соответствии с решением губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьева, специалисты социальных учреждений городского округа Щелково, это и управление, а также подведомственные учреждения, производят обзвон граждан 60+, с целью понять потребность граждан в продуктах, лекарствах. На сегодняшний день, когда объявлены уже сроки с 26 марта по 14 апреля карантина, когда граждане пожилого возраста должны находиться дома, в этой ситуации как никогда необходима доставка продуктов, лекарств, кому-то может быть психологическая помощь на дому. В продуктовый набор входят крупы, макаронные изделия, галеты, консервы, сгущенное молоко, растительное масло и другие продовольственные товары длительного хранения. Чтобы получить помощь нуждающемуся пенсионеру, не обязательно ждать звонка из соцзащиты. Можно обратиться самому, но для этого необходим ряд условий. Данные наборы, они в первую очередь выдаются гражданам одиноким, малообеспеченным, которые не в состоянии и не имеют возможности родных и близких, чтобы те оказали содействие и принесли те же продукты. Продукты развозят по адресам составленным сотрудниками Управления социальной защиты населения активисты волонтерских организаций, которые входят в созданный при содействии администрации городского округа штаб по оказанию помощи пожилым людям. Волонтеры не только приносят прямо в квартиры продуктовые наборы, но и обязательно расспрашивают уже лично, что еще необходимо доставить людям, чтобы они имели возможность как можно дольше не выходить из дома во время карантина. Годы стараюсь, да. Я ни с кем не общаюсь, я же одинокая, только соцработник ко мне приходит. Но она мне тоже все помогает. И убираться, и общаться. Тут все самое необходимое. Колбаса, крупы, масло, консервы. То есть вот самое, что может вам понадобиться. Организовали волонтерский штаб, на котором помогаем пенсионерам. Во первую очередь мы обзваниваем наших пенсионеров, спрашиваем, знали ли какая-то помощь, лекарства, продукты. Затем, если кому нужна помощь, мы выезжаем, помогаем с покупкой. Естественно, в масках, в перчатках. Хотелось бы уточнить, что продуктовый набор можно получить один раз. То есть это не многократная выдача продуктовых наборов. В случае необходимости покупки других продуктов, или этого набора недостаточно для гражданина, то за счет самого гражданина волонтерами могут быть закуплены продуктовые наборы. Жанна Пеняева сообщила, что в настоящее время в городском округе количество выданных бесплатных продуктовых наборов уже перевалило за 100. Работа эта продолжается. Андрей Циходович, Сергей Василевский, Александр Оржевский, Щелковское телевидение.